Спорт не приемлет половинчатых усилий, героями не рождаются, героями становятся. Название футбольного клуба «Олимпик» отсылает к первым организованным спортивным играм – Олимпиадам, традиции которых одни из самых почитаемых во всем мире. Желание воспитывать своих футбольных олимпийцев стояло у истоков формирования Фонда развития футбола в Донецкой области «Олимпик». Основная цель – создать крепкую академию. Крепкую, чтобы она была не только самая сильная по выпускникам в Украине, но и она была одной из лучших в Европе. Мы к этой цели идем. Невероятно, но за каких-то 10 лет «Олимпик» проделал путь от чистого листа до детской академии, футболистов которой вызывают в сборные Украины. Кропотливый тренерский труд, отношение к делу всех сотрудников клуба не могло не принести свои плоды. Сегодня в каждом возрасте у «Олимпика» есть сборники. И малыши, гоняющие мяч на зеленых полях, ежедневно могут наблюдать перед собой прекрасный пример того, к чему они могут прийти, серьезно относясь к футболу. 250 человек – это число детей, занимающихся в этой детской спортивной школе. Во-вторых, возглавляет ее, ну, известнейший еще по работе в футбольном клубе «Шахтер», когда-то игроком, затем тренером. Алексей Митрофанович Розденко. Тоже очень верный ход сделан. Так. Тренеры, известные в былом и в настоящем футболисты. Так. Мало того, участвуют, ну, практически во всех соревнованиях данных возрастных групп. Везде они участвуют, и показатели довольно-таки впечатляющие. Поэтому результат работы на лицо – это то, что нужно. В «Олимпике» играет чемпион Европы – галкипер Игорь Левченко, который сыграл немаловажную роль в успехе сборной Украины Ю-19 на юниорском первенстве континента. Когда он стал в рамку ворот золотой команды Юрия Калитвинцева, «Олимпику» было всего 8 лет. Успех, в который трудно поверить, но это реальность. И это лишь первый росток. Чемпиону Европы в «Олимпике» комфортно. Это его команда. Мне здесь нравится тренироваться, играть за эту команду. Тут очень хороший подбор игроков, хорошие люди занимаются с этой командой. То есть тренера, руководители. А это детская футбольная группа «Олимпика» 2001 года рождения. Они – ровесники клуба. По словам тренера Дмитрия Логвинова, с поля после занятия их не выгнать. А вместо трех-четырех тренировок, они готовы проводить тут 7 дней в неделю. Потому что чувствуют, как относится к ним клуб. Как к своему, к родному, к будущему. Они для меня талантливы все. Они для меня одинаковые. У кого-то что-то, у кого-то скорость, у кого-то плотка, у кого-то голова, у кого-то мышление. Что-то хорошо бежит. Для меня они все звезды. Мальчишки все воспринимают по-детски. Но здесь потихоньку формируется их характер. Закладывается спортивный дух. Если мы проиграли, то в следующую игру мы выиграем. Вот мы в том году выиграли кого-то. Мне нравится тут тренера. Мы и однокрупники. Тут хорошую тактику нам выбирают. Нам хорошие упражнения подают. В настоящее время местная футбольная академия уверенно конкурирует с другими футбольными городами. Ее воспитанники успешно играют в профессиональных клубах премьер-лиги. Ильичев, Цезаре, в дублирующих составах шахтера, металлиста и таврии. Отличие Олимпика в том, что ставку он делал на местных ребят. Многих, собирая по школам, интернатам, давая им шанс гонять мяч не на пустырях и асфальте, а пробиваться в большой футбол в достойных условиях. Дмитрий Хамчиновский, Сергей Яворский, Дмитрий Гречишкин. Они прошли все ступени подготовки в детско-юношеском этапе, отыграв за Олимпик более 70 матчей каждый. Сейчас Хамчиновский, Дмитрий в обойме основных игроков Луганской зари. Дмитрий Гречишкин и Сергей Яворский – футболисты, сыгравшие важную роль в том, что мариупольский Ильичевец остался в премьер-лиге по итогам сезона. Эти воспитанники клуба гордо несут знамя Олимпика в украинской футбольной элите. Они помнят свои футбольные истоки, свои футбольные корни. Донецкая Олимпика очень многое мне дал. Потому что, как бы, ну, первое – это пригласили, обратили внимание. Я там провел не год, не два, я там провел четыре года в этой школе. Как бы, очень многому научился. Я же говорю, спасибо моим первым тренерам. Первые два года был Уманец Руслан Геннадьевич, последние два года был Климовский Игорь Петрович. Эти ребята – лучшее подтверждение тому, что уже в далеком 2001 году создатели Олимпика выбрали верное направление. А их в чем-то романтическая идея развития детского футбола дала реальные плоды. Как корабль назовешь, так он и пойдет. В справедливости крылатой фразы на примере Академии Олимпик можно убедиться не раз. Секрет успеха прост. Здешние воспитатели и руководители знают – футбол, спорт с мужским характером, в котором есть место не только талантливым, но и упорным и целеустремленным. И лишь такие неустанно составляют золотой, по-настоящему олимпийский по духу фонд Олимпика. Академия Олимпика